Это была самая большая рыба, которую когда-либо видела наша Земля. А ее укус был достаточно сильным, чтобы раздавить автомобиль. Самый большой из найденных зубов был длиной с пульт дистанционного управления – 18 сантиметров. В день эта рыба потребляла около килограмма пищи – это примерно 3300 банок тунца. Самые ранние окаменелости мегалодона датируются примерно 20 миллионами лет назад. Но вы не увидите его скелет, а все потому, что у могучего мегалодона не было костей. Скелет из костей придает телу большинства животных форму и прочность. Акулы, однако, относятся к тому же подклассу, что и скаты, коньки и рыбы пилы, и вместо костей в них хрящи. Хрящ – это ткань, более мягкая и гибкая, чем кости, но при этом достаточно прочная, чтобы придавать телу форму и защищать внутренние органы. Некоторые участки более гибкие, поскольку хрящи слабее, а некоторые, например, голова акулы, гораздо прочнее благодаря кальцинированным хрящам. А вот морда состоит из очень мягких и гибких хрящей, которые служат бампером при столкновении с опасностями. Кто знает, смогли бы они делать все это с тяжелым скелетом? Кроме того, хрящи делают их челюсти более гибкими, и они могут открывать рот гораздо шире, чем при наличии челюсти из кости. Наш герой, мегалодон, не был исключением и обладал самым сильным укусом среди всех живых существ. Это также стало возможным благодаря скелету из хрящей. Акулы используют все преимущества своего хряща. Он помогает им быстро плавать и динамично поворачиваться во время охоты. Один из недостатков этого типа скелета заключается в том, что ученым было очень сложно определить размер и форму мегалодона. Обычно для этого используются окаменевшие костные скелеты или их части. В случае с МЭК им пришлось строить догадки на основе найденных зубов и сравнение с живыми родственниками. Более современная компьютерная 3D-модель была частично основана на сканировании сохранившегося позвоночника, обнаруженного в 1860-х годах. Модель показала, что мегалодон был больше, быстрее и даже голоднее, чем ученые предполагали ранее. Похоже, средний мегалодон достигал 16 метров в длину. Это чуть больше, чем высота голливудского знака. А весил он в 10 раз тяжелее слона – 67 тонн. Существовали и гораздо более крупные особи длиной до 20 метров. Ученые до сих пор не уверены, как мегалодон достиг таких размеров. Вероятно, они связаны с таким явлением, как правило Бергмана. Оно гласит, что температура окружающей среды влияет на размер тела животного, потому что оно должно либо сохранять, либо отдавать тепло. Вероятно, мегалодонам, обитавшим в более прохладных водах, требовалась большая масса тела, чтобы выжить при низких температурах. Те, кто жил в более теплых водах, должны были быть меньше, чтобы избежать перегрева. Если исследователи не ошиблись в своих расчетах, это также означает, что мегалодон развивал скорость более 5 километров в час, что намного быстрее, чем у других акул. Большая белая акула может преодолеть без остановки расстояние почти в 11 километров, что составляет 9 десятых диаметра Земли. Похоже, что мегалодон мог проплыть гораздо дальше. Мегалодоны просуществовали на нашей планете почти в 70 раз дольше, чем люди. Они бы раздели океаны примерно 20 миллионов лет, и можно было встретить их практически везде, кроме полюсов. Самые северные окаменелости были обнаружены близ побережья Дании, а самые южные — в Новой Зеландии. Причина, по которой зубы мегалодона не были найдены в Антарктиде, скорее всего, заключается в том, что они приспосабливались только к теплым тропическим и субтропическим водам. Молодые особи держались у самых берегов, взрослые акулы тоже предпочитали прибрежные районы, но они легко могли перемещаться и в открытый океан. Мегалодонов Мегалодонов оставалось все меньше места для жизни. Большая часть их добычи — мелкие киты, тюлени и морские черепахи — исчезла или переселилась в воды, которые были слишком холодными для нашего героя. В то же время увеличилось число естественных конкурентов мега — более мелких хищных акул, таких как большая белая акула и китов. Такое изменение динамики пищевой цепочки могло оказаться для мегалодона даже более опасным, чем холодная океанская вода. Вы привыкли видеть их на большом экране в образе бессердечных монстров, но на самом деле эти огромные акулы были любящими, заботливыми и семейными. Ученые обнаружили несколько мест обитания мегалодонов во Флориде, Мэриланде, Панаме и у берегов Испании. Похоже, они рожали своих детенышей на мелководье, затем маленькие меги оставались там, а взрослые защищали и воспитывали их до тех пор, пока они не были готовы сражаться с хищниками. В пасти могучего мега было 276 зубов, расположенных в пять рядов. Как и другие акулы, мегалодон быстро заменял свои изношенные или потерянные зубы. Имея 4-5 рядов зубов в пасте, он по сути действовал как конвейер, способный отращивать поврежденные или отсутствующие зубы. Это означает, что у взрослого мегалодона за всю его жизнь могло вырасти несколько тысяч зубов. Хотя большая белая акула часто упоминается как ближайшая родственница мегалодона, вряд ли они были бы дальними кузенами. Предки современной большой белой акулы существовали в то же время, что и мег, но они не были лучшими друзьями и даже соперничали друг с другом. Большая белая акула не выиграла бы в схватке с мегом, но она была лучшим охотником, используя свои меньшие размеры и ловкость, чтобы быстро схватить добычу гиганта. Мегалодону оставались только более крупные рыбы и киты, но запасы пищи стали иссекать, поскольку киты уплывали в новые, более прохладные моря. Мегалодон больше похож на современную тупорылую акулу. У него было короткое рыло, плоская нижняя челюсть и огромные грудные плавники, чтобы выдерживать гигантский вес и размер. Хотя мы говорим о мегалодоне как о вымершем гиганте, можем ли мы быть на 100% уверены, что он не скрывается где-то прямо сейчас? В конце концов, мы исследовали всего 5% океана. Марианская впадина – самая глубокая океаническая впадина на Земле, а в ее самую глубокую часть можно было бы погрузить всю гору Эверест, и все равно более полутора километра остались бы над поверхностью. Если бы одному или двум мегалодонам понадобилось место для укрытия, впадина была бы идеальным местом. Однако, это было бы не самое уютное место для жизни из-за холодной воды и полной темноты. К тому же давление там в тысячу раз сильнее, чем на уровне моря. Так что если бы мегалодон действительно прятался там, у него были бы серьезные проблемы с зубами, потому что кальций растворялся бы под таким давлением. Чтобы выжить здесь, акуле пришлось бы научиться ориентироваться в полной темноте. Это значит, что она должна была либо стать биолюминесцентной, либо вырастить огромные глаза, как у гигантских кальмаров. Если бы мегалодон по-прежнему существовал и сохранял привычный рацион, ему пришлось бы есть рыбу меньших размеров, и это стало бы проблемой для нас, людей. Особенно для тех из нас, кто любит рыбу. А поскольку океан в наши дни не остывает, мегалодоны полюбили бы его температуру и размножались бы быстрее, чем когда-либо. Эти гиганты создали бы огромные проблемы для грузовых кораблей и круизных лайнеров. Если вас пугает мысль о встрече с мегалодоном, расслабьтесь. Большинство ученых не считают это возможным из-за размеров нашего героя. Добыча, который любил питаться мегалодон, обитает в мелководных районах океана, а не в глубоких морских глубинах. Мегалодону пришлось бы время от времени подниматься на поверхность, и не заметить такую громадину довольно сложно. Для нас мегалодоны и динозавры – гигантские доисторические существа. Но на самом деле они никогда не сосуществовали. Динозавры, вероятно, вымерли около 66 миллионов лет назад. Мегалодоны, по-видимому, появились несколько позже.